Моей звезде Моей лишь горькое вино, А ей лишь горькая беда. Сгорать, где все бегут пожаром, Один лишь мальчик скажет жалко, Смотрите, падает звезда. Моей звезде не суждено Устать или искать покоя, Она не знает, что такое покой. Но это все равно Ей будет сниться по ночам Тот дом, что обойден бедою, А наяву служить звездою И горький ты, и горький чай. Субтитры создавал DimaTorzok Моей, 78-й год, кажется. Это же сколько ей сейчас? Это же ей сейчас 45 лет практически. 43 года. Друзья мои дорогие, Рад видеть вас. Рад снова оказаться В этом гостеприимном зальчике. Ох ты, ешки. Вот. И что я хочу вам сказать? Хочу я вам сказать, Что нынешний концерт Прямо старается он сегодня будет. Я, честно говоря, не знаю, Что с этим делать, если честно. Как-то он наоборот будет. Когда я к нему прикасаюсь, к гитаре, Он начинает... О, смотрите, сейчас замолчал. То есть мне так станет? Да, стоит так. Поэтому я решил, Поскольку я человек Зависимый от погоды, От климата, от сезона И поскольку у меня, кажется, Не будет больше концертов Сольных в Москве до Нового года, Все концерты состоялись в ноябре, А в декабре я не планирую Никаких сольных выступлений. Я решил, что это будет концерт Такой зимний. Мы будем приманивать им снег, Будем приманивать новогодние праздники, Праздничное настроение. И будем, в общем, Касаться темы осенне-зимней В этом концерте. И, разумеется, как всегда, Как у нас принято. Если у вас появятся какие-то пожелания, Я буду очень рад им Пойти навстречу И что-то исполнить по вашей просьбе. Вдруг у вас такие просьбы, Если появятся. Также, великолепно, Вот видите, уже первые просьбы Начинают появляться. Хорошо. Да, собственно, и все. Давайте я вспомню песню, Которая называется Холодно. Это очень кстати. Похоже, что скоро Ходить нам без Корзин и надежд сюда Вот штукатуренный снегом лес Зима идет холода Нужно покрепче закрыться в хате Дожечь восковые свечки До лиры, спутав ее сухватом Тянуть чугунок из печи Сентябрь, нету людей и книг Чтоб ветер не стал тягуч Мы в черное яблоко масти пик Как в спажину вставим ключ Откроем валетом словно трюмо И в чреве его покатан Как будто в бутылке стоит вино Увидим изнанку карты Витраж рубашки, а у стены Найдем недокуренную сигарету Но чтобы не дуло нам со спины Закрой за собой валетта Волочный круг образуют карты Глаза их подведены Их пасти, елочные гирлянды Светятся словно из-под воды Предай же вращение к колесу Или как встарь расскажи про Воланда Холодно что-то теперь в лесу Холодно, братцы, холодно Это песня на стихи Юрия Арабова Может быть вы знаете такого сценариста известного Он обладатель многочисленных премий Последняя из мне известных премий была им получена за кинофильм Который называется, кажется, «Монах и черт» Он был достаточно известным широкой публике И вот оказывается, что он писал стихотворения Находясь в более юном возрасте Сейчас он такой глупостью не занимается Уже пишет сценарии для фильмов А вот Игорь Набоких написал две или три песни на стихи Юрия Арабова Одна из них холодно сейчас прозвучала А другая называется «Ветрена» Это совершенно необыкновенная песня Но петь ее я сегодня не буду Потому что песня немножко другая Она песня «Жарко и ветрено» Это не наш случай с вами Александр Решедько Когда-то написал песню, которую я распевал Это вечер еще о воспоминаниях, кстати Я не сказал об этом Сегодня концерт воспоминаний Я буду вспоминать песни, которые давным-давно не пел И вот одна из них Друзья мои, кажется, что это было Когда мне было лет 18 Но песня хорошая, мне кажется Поэтому я ее сейчас спою Песня Александра Решедько Которая называется «Снежная премьера» День сегодня лучше всех Мы встречаем первый снег По словам бюро прогнозов В семь часов приходит поезд Привезет он первый снег В зале музыка и смех Весь торжественный и сонный Поезд подойдет к перрону Из вагона номер семь Незнакомый выйдет парень Скажет «Здравствуйте, я снег» Смех и оживление в зале Ну, конечно, не узнали Улыбнется и растает И увидит все внезапно Снег на площади вокзальной Снег на крышах, на деревьях Зал застыл от удивления Снег на улицах ресницы Снег на крышах, на рукавицах Орликин читает прозру У бьеро от счастья слезы Все нашли свое призвание Пусто в зале ожидания День сегодня лучше всех Не звонить вам просто грех Я звонил, но вы поверьте Нет давно на целом свете Двух копеечных монет В зале тихо гаснет свет День сегодня лучше всех День сегодня лучше всех Устал в пути Отстал мне не дойти На плечи снег нападал Ни охнуть, ни вздохнуть Ни затеплить лампаду Ни этот снег стряхнуть Один и тот же сон Мне повторяться стал Мне снится, будто я От поезда отстал Один в пути зимой На стацию сошел А скорый поезд мой Пошел, пошел, пошел И я хочу за ним Бежать и не могу И чувствую сквозь сон Что все-таки бегу И в замкнутом кругу Сплетающийся трасс Вращение земли Перемещает нас Вращение земли Вращение полей Вращение вдали Березы до полей Разъездов и мостов Столбов и проводов Попутных поездов И встречных поездов Да вот еще беда И видно неспроста Что не годятся мне Другие поезда Мне нужен только тот Что мною был обжит Там мой настольный свет От скорости дрожит Там любят лечь так лечь А рубят так с плеча Там речь кудит, как печь Красно и горяча Мне нужен только он Азарт его и был Я помню тот вагон Я номер не забыл Он снегом запетен Он в угле и в дыму И я приговорен По жизни на нему Мне нужен этот снег Мне сладок Этот дым Встающий высоко Над всем пережитым И я хочу за ним Бежать и не могу Но все-таки сквозь сон Мучительно бью И в замкнутом кругу С плетающихся трасс Прощение земли Перемещает нас Безотратные ночи Счастливые дни Как стрела Как мечта Пронеслись они Я не год пережил А десяток годов То томился Под гнетом Тяжелых оков То неслыханным счастьем Был опьянен Я не знаю То правда была И лесом Мчалась тройка По снежному По свежему снегу В глуши И была ты со мной И кругом не души И казалось Что все И шмелькали деревья И лишь мелькали деревья В заснеженной мгле И казалось Что все В небесах На земле Мне шептало Люби Позабудь обо всем Я не знаю То правда была Или сон И теперь Меня мысль Роковая Гнетет Что несет Он мне Новый Неведомый год Ждет ли светлое Счастье Меня впереди Или последняя радость Угаснет в груди И опять Побреду я Живым мертвецом Я не знаю Что Правдаю Будет Что Сном Это стихотворение Которому В этом году Исполнилось Сто Сорок Лет А его автору Алексею Николаевичу Опухтину Сегодня Если бы мы все Были бессмертны Исполнилось бы Сто Восемьдесят один год Мы отмечаем Таким образом Вспоминаем Прекрасного Поэта Сожалею Что я не все Помню Оказывается Из его стихотворений Но вот Интересный другой Алексей Который Напишет Уже спустя Столетия Столетия С небольшим Напишет Песню Которая Каким-то образом Мне кажется Имеет отношение К этому стихотворению Послушайте Флюгер Флюгер моих ветров Стрелкою оловянной Нити моих путей Вычертит без труда Роза моих ветров Слишком уж постоянно Максимум в сентябре Каждый осенний лист Плачет в моем дворе Максимум в сентябре 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 Реки моих надежд Так полноводны в мае Разве ж виновен я В том, что из года в год Реки моих надежд Реки моих надежд По обмелев падают В море моих забот В море моих забот В море моих забот В море моих забот Видимо климат мой Резко континентален Кто же сумеет мне Правильный дать прогноз Что меня ждет в году Радости или печали Ждет ли меня тепло Ждет ли меня мороз Ждет ли меня тепло Ждет ли меня мороз Песня по внешне Из каких-то далеких годов Но вот она пришла мне в голову В связи с этим стихотворением А давайте вспомним про Куджаву Давайте вспомним про прекрасного Прекрасного автора Есть еще песня, которую я пел Давным-давно и редко пою сейчас Песенка Об открытой двери Когда метель кричит, как зверь Протяжно и сердита Не забирайте вашу дверь Пусть будет дверь открыта Не забирайте вашу дверь Пусть будет дверь открыта А если ляжет дальний путь Нелегкий путь Представьте Дверь не забудьте Распахнуть Открытой дверь Оставьте Дверь не забудьте Распахнуть Открытой дверь Оставьте Оставьте И уходя В ночной тиши Без лишних слов Решайте Огонь со сны С огнем души В печи перемешайте Огонь со сны С огнем души В печи перемешайте Огонь со сны С огнем души В печи перемешайте Замкаю скамейка Дверям закрытым Грош цена Замку цена копейка Дверям закрытым Грош цена Замку цена копейка Я считаю, что эта песня в полной мере относится к Оле Гариной, которая устраивает прекрасные гостеприимные вечера здесь, и это было еще давным-давно, когда она это делала у себя на квартире. Вот человек, который живет с открытой дверью Так, мне кажется Олечка, спасибо тебе Большое Надо же Вот это да И еще и это я угадал Вот это да Да А вот песенка есть Такая еще охуджавая Очень актуальная, мне кажется, на сих пор Антон Палыч Чехов Однажды заметил Что умный любит учиться А дурак учить Скольких дураков в своей жизни я встретил Мне уже пора Мне давно пора уже орден получить А дураки любят собираться в стаи Впереди главной во всей красе В детстве я верил, что однажды встану А дураков нету Улетели все Ах, детские сны мои, какая ошибка В каких облаках я по глупости витал У природы на устах У природы на устах Коварная улыбка Видимо, чего-то я не рассчитал А умный в одиночестве гуляет кругами Он ценит Он ценит одиночество превыше всего И его так просто взять голыми руками Скоро их повыловят всех до одного Когда же их повыловят Наступит эпоха Которую не выдумать и не описать С умным хлопотно С дураком плохо Нужно что-то среднее Так где же его взять Дураком быть выгодно Да очень не хочется Умным очень хочется Да хочется питьем У природы на устах Коварные пророчества Ну, может быть, когда-нибудь К среднему придем Вы знаете, еще хочется спеть песню, которую написали недавно на стихе Акуджавы. Я ее с удовольствием стал петь. Ее написала Светлана Списивцева на стихотворение Булата Акуджавы. И мне показалось, что это очень хорошее попадание в акуджавскую интонацию. Послушайте, эта песня называется «Летняя бабочка». Летняя бабочка Вдруг захотела Летняя бабочка 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 Будто лишь там наша жизнь так загадочно не убывает. Впрочем, вот ангел над лапой летает, чего не бывает. Еще есть песня, которую тоже давно я не вспоминал, и сейчас начал вспоминать, тоже, наверное, в связи с этой странной жизнью, в которой мы живем, когда часто в разговорах дружеских возникает один и тот же вопрос, когда закончится вся эта хрень. Нет ответа на этот вопрос, конечно, настоящего, но есть ответы такие более обобщенные, из времен, я хочу вам сказать, тоже не очень веселых. Вот песня, которая сейчас прозвучит, была сочинена на стихи человека, русского поэта Александра Аркадьевича Файнберга, который прожил всю жизнь свою в Ташкенте. А нужно сказать, что он написал это стихотворение в 90-х годах, и если в России было плохо в 90-е годы, то в Ташкенте, особенно людям, которые говорили на русском языке, было вообще непросто, прямо скажем. И вот в этот период он пишет свое стихотворение, которое, благодаря томскому автору, который в ту пору уже переехал в Ташкент, Федору Горковенко, превращается в песню, песню, которая называется «Утешение Верлена». На небо не взошла звезда, барона спит в гнезде дрозда, законный принц идет на плаху, все встанет на свои места. Не знает казначей до ста, у короля лицо скота, в Творцовой сцепите по доску, и все встанет на свои места. В руках у короля меч суда, во власти монстра красота, пират пробрался в адмиралы, все встанет на свои места. Ты говоришь, машна пуста, на рынке нету ни черта, по тюрьмам тоже голодают, все встанет на свои места. Была б душа твоя чиста, все встанет на свои места, так нам сказал Христос однажды, и в небо возварил с креста. Еще одна дата, которую мы отмечаем в этом году, это совсем недавно был день рождения. Совсем недавно, друзья мои, исполнилось 200 лет со дня рождения прекрасного русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Я в этой связи хочу спеть песню, которая имеет прямое отношение к нему, потому что было написано, Юрий Левитанский написал стихотворение, под впечатлением от одной из ранних повестей Федора Михайловича, которая называется «Двойник». Яков Петрович Галяткин, главный герой этой повести, мелкий чиновник, который живет свою небольшую жизнь, и все-то у него хорошо, и есть даже слуга. Ходит он в присутствие, где-то занимает какую-то мелкую писарскую должность, и вдруг что-то происходит в его жизни, появляется у него на службе некий человечек, который очень странным образом напоминает и похож на Якова Петровича. И начинает он не просто появляться там, он начинает строить ему козни. И в общем, к чему это все происходит, приводит, вы можете прочитать сами, а я спою песню, которая называется «Плач о господине Галяткине». Это стихотворение, которое написал Юрий Левитанский, а музыкально в песню его превратил Игорь Набоких. «Плач о господине Галяткине». Господин Галяткин, душа моя, Человечесмиренный и тихий, Больнодумец тишайший, Бунтарь незадачливый, Сокрушитель печальный. «Это что за погода у нас, Что за ветер такой окаянный, Это что за напасти такие Одна за другую на голову нашу, Господин Галяткин, Душа моя, Старый питерский житель, Утешитель обальный, Бедолага отпетый, Страстотерпец строптивый, Это что там за мерзкие рожи, Мелькают за этой треклятой вьюгой, Что за гнусные хари, Что за рыло свиные, Люциферова грязное север, Господин Галяткин, Душа моя, Человек незлобивый и кроткий, Больтерьянец смиренный, Дон Кишот на манер петербургский. Что за хитрые сети плетет сатана вокруг нас, Что уже на высшагу ступить невозможно, Как будто все разом бесовские силы Сошлись против нас, Сошлись против нас. Господин Галяткин, Душа моя, Человеческий смиренный и тихий, Вольнодумец, Тишайший пунктарь, Незадачливый, Закрушитель печальный. Это что за погода у нас, Что за ветер такой окаянный, Это что за напасти такие, Одна за другую на голову нашу. Господин Галяткин, Душа моя, Старый питерский житель, Мой двойник, Мой заветный тайник, Мой дневник, Не написанный мною. Он стоит на холодном ветру, Потирая озявшие руки, Отвечает смиренно и кротко, А в ось обойдется, А в ось обойдется, А в юга там, в юга на проспекте, На Невском, Все пуще и пуще, А свиные-то рыла за этой треклятой, В югой уж конец обнаглели. То куснуть наряд, То щепнуть, То заполну шинели, Подергать, Да к тому же при этом Еще заливаются смехом Бесты и жир. Господин Галяткин, Душа моя, Человек незлобивый и кроткий, Да ведь тоже Недолго ему Осерчать Не на шумку. Это грешевое дело Да дальше пойдет, Тут уже и там Бица ей пахнет, Сатисфакция ей пахнет, А может быть даже того, Конфронтация ей даже. Слушай, ежды, что, господа, Тут такое пойдет, Тут такое начнется, Тут достанется, Может быть даже сиятельным Неким Особо. Эй, коня, Господину Галяткину, Черт, поверь, На кольчугу, На шлагу, Острый меч, Господину Галяткину, Да пожалели. Барабаны бьют на плосу, Барабаны бьют, Барабаны! Чей-то конь храпит, Чей-то меч звенит, Чья-то пиль в той стиле Крадется. Колокольчик, Буречик, Свенит вдалеке, Свенит колокольчик. Только все обошлось бы, О, Господи, Авось обойдется, Авось обойдется, Авось обойдется, Авось обойдется, К нам удачи лицом повернется, Судьба лыбнется. Авось обойдется, Авось обойдется, К нам удачи лицом повернется, Судьба лыбнется, Авось обойдется, Авось обойдется, К нам удачи лицом повернется, Судьба улыбнется, господин Галяткин. Душа моя. Любимая, конечно, это большое счастье Слышать высокие гармонии, А у меня лишь тот слух, что мне дал Господь. Я сочиняю свою музыку и называю ее Босса-Нова. Ты говоришь, что она никуда не годится, И что я пою не в тон, но, любимая, Моя музыка — это все, что у меня есть, Чтобы рассказать тебе о моей любви. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Луна подглядывает в ноты Смычки лучей держа в руках Сыграть ей нужно в эту ночь В сугробах тысячи мелодий Круги зажечь на небосводе, Чтоб привиденьям помочь. Круги зажечь на небосводе, Чтоб привиденьям помочь. Ещё задача на бегу В её сегодняшнем круженье Явиться синим продолжением Твоей фигуры на снегу. Явиться синим продолжением Твоей фигуры на снегу. Чтоб ты, продавливая наст, Сказала, будто мимоходом, Какая чудная погода, Какая полная луна. Какая чудная погода, Какая полная луна. Чтоб я, измученный медведь, Давно лишившийся покоя, В тебе увидел бы такое, Что в свете дня не разглядеть. Пока уходят облака, Устав от снеговой работы, Луна подглядывает в ноты, Чтобы сыграть наверняка. Луна подглядывает в ноты, Чтобы сыграть наверняка. И даже телефон упал. Чей-то. Юрий Висбор, это песня Юрия Висбора. Ещё одна песня Юрия Висбора, Которую меня попросили спеть. Песня, которая была написана Висбором в альплагере Цей, В который он очень любил ездить. Песня, которая сочетает в себе Его песни о горах и песни о любви. Такая вот редкая песня. Снег над лагерем валит, Гнёт палатки в дугу. Я в долгу перед вами, Словно в белом снегу. Я всю память листаю, Завалясь на кровать. Я в Москву улетаю, Чтобы долг свой отдать. Где же вы пропадали Этих дней и не с честью? Почему не писали? Я бы знал, что вы есть. И московский автобус Так подальный на вид Обогнул бы весь клопус От беды до любви, От беды до любви, От беды до любви. Претендуя на имя И ваши права, Шли ко мне всё иные, Имена и слова. То трубил я охоту, То я путал следы, То туман над болотом Принимал засады. Принимал засады, Принимал засады. То я строил квартиры, Которых не жил, То владел я полмира, В котором мужил, От забот тех осталось, Чемодан дарюк знак, Книги, письма и жалость, Что всё вышло не так, Что всё вышло не так. Спит пилот на диване, Кто ж летает в пургу, Я в долгу перед вами, Словно в белом снегу. Отчего ж так не скоро И с оглядкой бежит Телеграмма которой Ожидаешь всю жизнь, Ожидаешь всю жизнь, Ожидаешь всю жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно одинокий гитарист? Одинокий гитарист? Да. Пожалуйста. Одинокий гитарист В придорожном ресторане, Тонкой свечкой Кипарис, Между звёздами в окне. Он играет и поёт, Сидёт будто в чёрной раме, Море чёрное за ним При прожекторной луне. Наш милейший рулевой На дороге нелюдимой, И, страдав без сигарет, Сделал этот поворот. Ах, удача, Боже мой, Услыхать в стране родимой Человеческую речь В изложение нежных нот. Ресторан полупустой, Две танцующие пары, Два дружинника сидят, Обеспечивая мир. Одинокий гитарист С добрым пендерем на пару Поднимают к небесам Этот маленький трактир. И видает, как ты мог Христианское виденье, Что когда-то повезёт, Если вдруг не повезло. Он играет и поёт, Всё надеясь и надеясь, Что когда-нибудь Добро Победит в борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, Если мы ему поверим. С этим веком наш роман Бессердечен и нечист. Колокольчик под дугой Одинокий гитарист 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 Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода Прибой мою тельняшку просолил И я живу у самого восхода А почта с пересадками летит с материка До самой дальней гавани Союза Где я швыряю камушки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза Где я швыряю камушки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза Над Сахалином низко облака Но я встаю на сопку с позаранку Показываю солнце рыбакам И шлют его теперное киманку А почта с пересадками летит с материка До самой дальней гавани Союза Где я швыряю камушки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза Где я швыряю камушки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза В краю, где спорят ветры, полны и ветра Живут немногословные мужчины И облака, как будто сейнера В Россию возвращаются с пути А почта с пересадками летит с материка До самой дальней гавани Союза Где я швыряю камушки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза Где я швыряю камушки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза Далекого пролива Лаперуза Юлию Кимову, между прочим, скоро будет 85 лет Ой, сколько ж наворочено возвышенного бреда А все это, ребята, почему? А потому, что вы читали Рощина И не читали Фрейда А надо бы прислушаться к нему Уж эти мне любови Паулы и Франчески Хороший текст, но взглянем на подтекст Что видим мы в основе Любой любовной пьески Один недовостребованный Простите, секс Драматические слезы Романтические грезы Лирический мираж Он для всех мужчин и женщин Окончательно развенчат Как дешевый камуфляж Пунические войны Социальные обиды Футбол, хоккей Особенно балет Всего лишь сублимация Обычного лепида Я ясно излагаю или нет Короче говоря Не мучайтесь, не вешайтесь Все это только голод половой А значит вы хоть прост Поддите и наешьтесь И все пройдет само собой Драматические слезы Попли, романтические сопли Сиреневый туман Эти мудрные вздохи Для компьютерной эпохи Как коровы сарафан И пускай за горизонтом Пропадают в розе опытом Все эти паруса Эти грей и ассоли Эти дорами фасоли Эти черные глаза И сатинут мандолины И растают бригантины В сиянии голубом И горят околопины Развернется ли умчиться Чтобы было чему снится И вздыхать огонь И вздыхать огонь Александр Аркадьевич Галич Шестьдесят пятый год Я считал слонов И в нечет, и в чёт И всё-таки я не усну И тогда ко мне Явился мой чёрт И уселся верхом на стул И сказал мне, чёрт Ну что, старина Ну как с тобою порешим Заключим союз И айда в стремена И ещё чуть-чуть погрешим И ты можешь лгать И можешь плутить И друзей предавать Куртон А то, что придётся Потом платить Так это ж пойми потом Аллилуйя Алилуйя 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 Но зато ты узнаешь Как сладок грех Этой горькой порой сиден И что счастье не в том Что один за всех А в том, что все как один И ты поймешь, что нет над тобою суда Нет проклятия прошлых лет Когда вместе со всеми ты скажешь да И вместе со всеми нет И ты будешь толков на земле плодить И учить их вилять хвостом А то, что придется потом платить Так это ж пойми потом Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя потом И что душа прошлогодний снег Отглядишь, пронесет и так В наш атомный век, в наш каменный век Красавица на пицах И кому оно нужно, это добро Если всем дорога в саду Ну давай, стои на дверь и беру И вот здесь разбежались в углу И черт потрогал мизинцем бровь И придвинул ко мне флакон И я спросил его Это кровь? Чернила Ответил он Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Чернила Ответил он Аллилуйя, аллилуйя Чернила Ответил он Александр Галич, 1972 год Музыка Киркина Владимира Киркина Аранжировка Романа Ланкина Песня о «Бочем доме» Надо было это все сказать раньше А потом начинать играть Ты не часто мне смишься Мой отчий дом Золотой мой Недолгий век Но все то, что случится со мной Потом Все отсюда берет разбег Здесь когда-то очнулся я Сын земной И в глазах моих свет возник Здесь мой первый гром Говорил со мной Я понял его язык Как же странно мне было Мой отчий дом Когда некто с пустым лицом Мне сказал, усмехнувшись Что в доме то Я не сыном был, а жильцом Угловым жильцом Что копит деньгу Расплатиться за хлеб и кровь Он копит деньгу И всегда в долгу И не вырвется из долгов А в сыновней верности В пересем Клялись многие И не раз Так сказал мне Некто с пустым лицом И прищурил Сверцовый глаз И добавил А впрочем Слука в солги Может вымолишь Ждишь да гладь Но уж если я должен Платить долги Так зачем же при этом Лгать И пускай я грошина Скрипу с трудом И пускай Велика цена Кредитор мой суровый Мой отчий дом Я с тобой расплачусь Сполна Но когда под грохот Чужих подков Грянет свет роковой Зами Я уйду свободный От всех долгов И назад меня Не зови Не зови Не звалять тебя Из огня Не зови Разделить беду Не зови меня Не зови меня Не зови Я и так Пойду Не зови Я и так Приду Не зови Я и так Приду Играет музыка 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 Мама Улыбнулась губами Глазами глядя Куда-то в себя И настала пора Прощаться И тогда, чтобы не слышала Мама Фея тихо сказала Дядя Мы с мамой живем Одни Так Мама 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 Там, где сосны, где дом родной, Есть озера с живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, Все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, Все впереди у нас с тобой. Как кукушке не куковать, Ей судьбы нам не предсказать. Ты не печалься, ты не прощайся, А выходи меня встречать. Ты не печалься, ты не прощайся, А выходи меня встречать. Над дорогой встает заря, Синим светом полны моря. Ты не печалься, ты не прощайся, Ведь жизнь придумана не зря. Ты не печалься, ты не прощайся, Ведь жизнь придумана не зря. Будет радость и будет грусть, Ты окликни, я оглянусь. Ты не печалься, ты не прощайся, Я обязательно вернусь. Ты не печалься, ты не прощайся, Я обязательно вернусь. Там, где сосны, где дом родной, Есть озера с живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, Все впереди у нас с тобой. Аплодисменты. Тогда давайте я стихотворение прочту, Потому что оно имеет... Вообще Бисборг назвал эту песню «Воспоминания о пехоте», Потому что у прекрасного поэта-фронтовика Александра Межерова Есть стихотворение с таким названием. Я хочу сейчас его прочесть по памяти, Не знаю, что получится, Но мне кажется, что это будет уместно. Пули, которые посланы мной, Не возвращаются из полета. Очередь пулемета Режет под корень траву. Я сплю, положив голову На Синявинские болота, А ноги мои упираются В Ладогу и в Неву. Я подымаю веки, Лежу усталый и заспанный, Слежу за костром неярким, Ловлю исчезающий зноем, А когда я поворачиваюсь С правого бока на спину, Синявинские болота Хлюпают подо мной. А когда я встаю И делаю шаг в атаку, Ветер боя летит И свистит у меня в ушах, И пятится фронт, И катится гул к Рейхстагу, Когда я делаю свой второй шаг. И белые флаги вывешивают Вражеские батальоны, Складывают оружие В сторону отходя, И на мое плечо, На погон полевой, зеленый, Падают первые капли, Майские капли дождя. А я все дальше иду, Минуя снарядов разрывы, Перешагиваю моря И форсирую реки вброд. Я на привале в пильзине Пену стуваю с пива, Я пепел цигарки стряхиваю У бранденбургских ворот. А весна между тем крепчают, И хрипнут походные рации, И по фронтовым дорогам Денно и ночно пыля. Я требую у противника Безоговорочной капитуляции, Чтобы его знамена Бросить к ногам Кремля. Но засыпая в полночь, Я вдруг вспоминаю что-то. Смежив тяжелые веки, Я вижу, как наяву. Я сплю, Положив под голову Синявинские болота. А руки, а ноги мои упираются В ладогу и в него. Нас везут в медсамбат, Двух почти что коллег, Выполнявших приказ Не совсем осторожно. Я намерен еще Протянуть пару лет, Если это, конечно, В природе возможно. Мой товарищ лежит И клянет шепотком Агрессивные страны, Нейтральные тоже. Я ж на чутких врачей Уповаю тайком. Если это, конечно, В природе возможно. Я ж на чутких врачей Уповаю тайком. Перед нами в снегах Леса тундра лежит, Медицинская лошадь Бредет осторожно. Я надеюсь еще На счастливую жизнь. Если это, конечно, В природе возможно. Я надеюсь еще На счастливую жизнь. Если это, конечно, В природе возможно. Так и еду я к вам В этих глупых санях. Что же вас попросить, Чтоб вам было несложно? Я хочу, чтобы вы Не забыли меня. Если это, конечно, В природе возможно. Так дни неслись, Так быстро время мчалось, Что мы не успевали наблюдать, Как листья блекли и не замечалось, Как листья успевали облетать, Как вновь они раскрыться успевали, И с дождиком, сойдясь на коротке, Цвела сирень, и сливы поспевали, И дыни золотились на лотке, И постепенно небо прояснялось, И как-то утром, Выглянув в окно, Спохватывались все и выяснялось, Что снег лежит на улице давно, Что искрится за ближней подворотней, Как елочные хрупкие шары, Не прошлогодний снег, А новогодний в накрапах Мандаринной кожуры, И дети уже возятся с санями, И не вчера ли выстроенный дом Весь заселен и светится огнями. Но это все заметилось потом, Когда у нас вовсю Сверкала елка, И мы уже почти совсем без сил Сидели за столом, И кто-то громко за тостом Новый тост произносил И говорил, что можно жить без боли И есть к тому достойные пути, Чтоб день начать, Как будто выйти в поле И жизнь прожить, как поле Перейти. И все равно мы дети, нам так страшно, На елку опоздать из-за метели, Из-за трамвая или гололеда, На этот праздник детский опоздать. Мы женимся, разводимся, простите, Но все равно мы дети, мы на елку, И мы летим за этой праздничной добавкой, Добавьте нам хоть старый Новый год. Он старый-старый, он уже совсем не новый, На нем уже пылали эти свечи, На них уже свергали эти слезы, Однажды утром эти гости разошлись, Но мы летим опять на это пламя. Но втайне мы надеемся на чувства, На эту самую желанную добавку. Добавьте нам хоть старый Новый год. Он старый-старый, он уже совсем не новый, На нем уже слыхали эти песни, И эта ночь, и этот воск, и эти чувства, Однажды утром этот воск окаменел. Но все равно мы дети, мы на елку, И мы летим за этой призрачной добавкой, За невозвратным и неповторимым. Добавьте нам хоть старый Новый год. Он старый-старый, он уже совсем не новый, На нем уже звенели эти струны, На нем уже свергали эти клятвы, Однажды утром только пепел золотой, Но мы готовы умереть за этот пепел, За этот праздник нашей нежности и грусти. И мы летим за этой призрачной добавкой, Добавьте нам хоть старый Новый год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Обокраденная нами на любовь и разойдемся. Хорошая идея. А вы знаете, что? Вот есть песня, которую вы наверняка... А может быть, вы знаете, я однажды ее пел в гнезде глухаря и говорю, ну, друзья мои, вы наверняка ее знаете, потому что песня прекрасного московского автора и достаточно известного, и никто не подпел. Удивительное дело, никто не знает эту песню, хотя она родилась в Москве, и, мне кажется, очень уместна сейчас к исполнению. Эта песенка называется «Песенка о старом годе». Послушайте, если кто-то не знает. Это Александр Васин. Парбат уходит, пары тут и там. Старый год проходит тихо по рядам. Ах, как, ах, как все прекрасно было год назад, И надежды вдруг раскрыли все в глаза. Хоть сердились люди, в югу прокляня, Но надеялись все люди на меня. Я пришел, сразу стало чуть светлей, Я наставил всюду синих фонарей, Закружился над планетой полоноси, Наступить весну скорее упросил. А потом и лето жаркое пришло, Закружило, запылило, завело. Осень рыжая, и крики варанья, И декабрь, и будто не было меня. Вот и все, пора, пожалуй, уходить. Вон идет прик, румяный парень позади. Я ж последний раз пройдусь по городам, Без меня, наверное, будет грустно вам. Я ж последний раз пройдусь по городам, Без меня, наверное, будет грустно вам. По Арбату ходят пары тут и там, Старый год проходит тихо по рядам, До него нет больше дела никого, А ему, наверное, грустно одному. Я так, знаете, пою эту песню и думаю, А кому-то будет грустно без этого публики. Такое время, друзья мои. Это тизер концерта Вадима Мищука, Который будет сейчас. Я, побывавший там, Где вы не бывали, Я, повидавший то, Чего вы не видали, Я уже там стоявший Одной ногою, Я говорю вам, Жизнь все равно прекрасна, Да, говорю я, Жизнь все равно прекрасна, Даже когда трудна И когда опасна, Даже когда несносна, Почти ужасна, Жизнь, говорю я, Жизнь все равно прекрасна. Вот, оглянусь назад, Далека дорога, Вот, погляжу вперед, Впереди немного, Что же там позади, Города и страны, Женщины были, Жанны, Марии, Дружба, благо и верность, Вражда и зло. К омир земли стучали, А крышку крова, Старец корон над темною, Твою репою, Ласково так помахивал мне рукою, Ниточка жизни, Ниточка жизни, Шарик непрочно свитый, Слиткий туман надежды, Ты вдруг соблазна, Штопоты, Бери штопоты, Мяты, Нитры, Жизнь, Говорю я, Жизнь все равно прекрасна, Небо багрово-красное Перед восходом, Лес опустел, Морозно вокруг и ясно, Здравствуй, мой друг, Воробушек, С Новым годом, Холодно, братец, А все равно прекрасна, Здравствуй, мой друг, Воробушек, С Новым годом, Холодно, братец, А все равно прекрасна, Ла, 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 ла Спасибо.